О, приветствую! Здравствуйте! То ли мы попали в сказку, то ли сказка пришла к нам. Да, вау! Гусли! Откуда такая страсть? Почему именно выбрали гусли? Очень приятное звучание. Волшебное звучание. Мы желаем вам удачи и надеюсь, вы сможете очаровать наши жюри звучанием этого прекрасного древнего инструмента. Благодарю вас. Удачи! Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Ксения Лубенцова. Я из Бишкека. Замечательно! Так, что у вас в руках? Это гусли, древний русский инструмент. Прекрасно! Вы будете... Я буду исполнять свою авторскую песню. Она посвящена тому, что нужно всегда идти вперед и не сдаваться. Вау! Вау! Классно! А что вас сподвигло написать эту песню? Развод! Развод! Смех игры. Вот как интересно! Ну и, в общем, да, очень хороший ответ. Несмотря ни на что, надо двигаться дальше. Ксения, мы желаем вам удачи. Давайте начнем. Когда упала звезда, поздно уже страдать. Когда упала звезда, надо идти и побеждать. Найти в себе силы и вновь зажечь в сердце любовь. Любовь ко всему живому, любовь к тебе, родной. В моем сердце есть любовь, я тебе ее дарю. За осколки громких слов я тебя благодарю. Мы с раннего детства обиды лелеем и бережем. А жизнь так прекрасна, смотри, когда мы их сожжем. Победа добра над злом всегда в наших сердцах. Давайте всех простим и к звездам опять полетим. В моем сердце есть любовь, я тебе ее дарю. За осколки громких слов я тебя благодарю. В моем сердце есть любовь, я тебе ее дарю. За осколки громких слов я тебя благодарю. А прежде чем мы приступим к комментариям моих коллег, я понимаю сейчас, почему ребята нажали кнопку, но слова очень интересные. Может быть, вы поделитесь этим опытом, который вы пережили? Ну, обычно те, кто переживают развод, они испытывают чувство такое обиды на себя, на все вокруг, на мужа. Ну, вот чувство обиды переполняет людей. И это чувство обиды мешает им двигаться дальше, мешает видеть им горизонты. И после того, как я написала эту песню, у меня пошли стихи, у меня пошло много стихов, и у меня открылся, вот творческий путь открылся. Вот именно после этого стихотворения. Спасибо большое. Очень милая девушка Ксения, вы очень красивая, и ваш инструмент звучит очень сказочно, но у меня такое ощущение было, как будто бы песня и инструмент как-то немножечко не совпадают, именно по мотиву, может быть. И мне показалось, что очень монотонно звучит именно мотив. Мне кажется, если красиво записать инструмент и записать аккуратный голосок, шикарное произведение. Спасибо. Спасибо большое. Вы очень большая молодец, но как творческий человек я вам могу сказать, что инструмент, да, очень мило звучал, но как певицу я вас не рассмотрела. Спасибо. Дорогие друзья, голосуем нон-стоп. Да, наши мнения разделились. Мы говорим. Да. Да. Спасибо. Никогда не останавливайтесь. Спасибо. Я скажу нет, потому что дальше я не знаю, что вы будете показывать. Спасибо. Я говорю нет. Спасибо большое. Я говорю нет, Ксения. Спасибо. Вы молодец. Мы это все видим. Вы заслужили сегодня одно очень важное да, но три нет. Но это ни в коем случае не означает, что вы должны остановить свой творческий путь. Удачи вам в ваших начинаниях. Спасибо за то, что вы поделились с нами сегодня. Спасибо. Благодарю вас. Монеты сюда нет? Да, Ксения. Ну, вы же не расстроены. Нет? Да. Скажите, Ксения, какие были у вас ожидания, когда вы ехали на шоу? Никаких. Это самая классная позиция в жизни. Никаких. Ну, вы вот... Выиграю хорошо, не выиграю тоже хорошо. Вышли на сцену, доказали, а главное, поделились своей историей, может быть, о которой тысячи и тысячи женщин, да что там женщин, да и мужчин, просто не могут сказать слуху. Субтитры сделал DimaTorzok